По итогам короткой программы на первенстве России среди юниоров, первое место занимает Камила Валиева, набрав 78,50 балла. Валиева в своей программе не допустила ни одной ошибки, выступление было близко к идеальному. Прекрасные прыжки, дорожка и вращение. Отрыв от второго места составляет 4,73 балла. Второе место занимает Дарья Усачева, 73,77 балла. Выступление она начала с чистого двойного акселя. Далее каскад тройной флип, тройной тулуп, как и всю дальнейшую программу Дарья выполнила просто здорово. На третьей строчке расположилась София Акатьева, 69,22 балла. София решила не прыгать тройной аксель, за место него был чистый двойной. Каскад тройной лут с тройной тулуп был исполнен во второй части программы с надбавкой. Таким образом весь пьедестал занимают ученицы Этери Тутберидзе. Ксения Синицына занимает всего 11 место, 64,60 балла. Не совсем чисто исполнила каскад тройной лут с тройной тулуп, плохо приземлившись с тулупа, на котором не было высоты и был недокрут. Это серьезно сказалось на оценке, но все остальное было здорово сделано, включая проблемный для нее тройной риттбергер. Произвольную программу на турнире девушки представят в пятницу, 7 февраля, начиная с 19 часов по московскому времени. На чемпионате четырех континентов после короткой программы промежуточное первое место занимает японка Рико Кихиро, набрав 81,18 балла. Японка в числе прочего исполнила чисто тройной аксель и получила за него с учетом бонусов 10,13 балла. Второе место у американки Брэдди Теннелл, 75,93 балла. Третья позиция у корианки Юйен, набравшая 73,55 балла. У Кихиро неожиданно возникли сложности с коньками, точнее с ботинками, прямо как у Евгении на чемпионате России в 2019-20, только наоборот. Если у Медведевой сломались старые и ей срочно стали искать новые, то Кихиро наоборот планировала выступать в новых коньках, но что-то с ними было не так. В отличие от россиянки, японка не пошла сама в местный сеульский магазин за другими коньками. Ей доставили на каток сразу пять новых пар, но ни одна не подошла. В итоге, вместе с тренерами, Рике пришлось возвращать к жизни старую пару на одной из последних тренировок перед короткой программой. Когда спортсменка катала свою произвольную программу, она сделала бабочку на тройном акселе. Сложно сказать, какими будут последствия проблем с коньками. Медведева, как мы помним, и вовсе снялась с чемпионата России. Хотя на кону были поездки на чемпионат Европы и мира. Произвольную программу на турнире фигуристки представят 8 февраля, начиная с 7 часов по московскому времени. В Южной Корее продолжается чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. Первое место в короткой программе среди спортивных пар пока занимают канадцы Кирсон Муртауэрс и Майкл Маринара. Канадцы набрали 76 и 36 баллов. На втором месте китайская пара Чен Пэн, Ян Цзинь, 75 и 96 баллов. И еще один китайский дуэт Вин Цзин Цуй, Цунь Хан, 73 и 17 баллов. Американские фигуристы Мэдисон Хаббл и Закари Донахью занимают первое место на турнире четырех континентов в Сеуле после ритм танца. Пара получила от судей за ритм танец 85 и 95 баллов. На втором месте другой американский дуэт Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, 85 и 76 баллов. Третьими идут канадцы Пайпер Гиллис и Поль Пуарье, 83 и 92 балла. Произвольный танец фигуристы выполнят в пятницу. На чемпионате четырех континентов выступают представители Америки, Азии, Африки и Австралии. Японец Юджуру Ханю один из сильнейших фигуристов-одиночников в истории. Двухкратного олимпийского чемпиона обожают не только в родной стране, но и по всему миру. В 2018 году московский лед буквально окрасился в желтый цвет из-за обилия мягких игрушек, которыми фанаты поддерживали фигуриста. Однако при гигантском количестве разнообразных титулов в коллекции Ханю не хватает одного – золота чемпионата четырех континентов. Помешать японцу выиграть в этом году может только он сам, ведь его главного соперника Нейтана Чена на турнире не будет. А вот программа, с которой Ханю выиграл последнюю олимпиаду, планируется. Если всерьез бороться с Ханю, китайский фигурист Баян Цзинь вряд ли готов в силу нестабильности своих выступлений. То кое в чем опередить японца он все же способен. Дело в том, что победитель чемпионата четырех континентов 2018 года заявил на текущий турнир четверной аксель – самый сложный прыжок в фигурном катании, который пока не поддался ни одному спортсмену. Ханю давно гонится за чистым исполнением этого элемента и собирается в очередной раз попытаться продемонстрировать его на чемпионате мира в Монреале. Однако, если Цзинь вдруг удастся сделать это в Сеуле, то именно китаец войдет в историю как первый исполнитель четверного акселя. Президент Федерации фигурного катания России Александр Гошков прокомментировал возможные изменения в регламенте Международного союза конькобежцев ИСУ. Есть разного рода предложения, серьезные, которые напрямую задрагивают наши интересы, нерациональные, а есть просто странные. Наш вид спорта долгое время отличался тем, что соревнования в женском одиночном назывались «Ladies Event», а теперь появилось предложение называть соревнования женскими «Woman Event». Сейчас пошла эта дурацкая тенденция уравнивать в правах мужчин и женщин, хотя названия соревнований на это никак не влияют. Женщина должна оставаться женщиной, а мужчина – мужчиной. В то же время наше предложение звучало так. В короткой программе у мужчин и женщин должны быть одинаковые элементы – тройной аксель и четверные. Необходимо разрешить четверные у женщин. Одним из аргументов как раз было уравнивание прав женщин и мужчин. Раз уж вы пошли на этот шаг по уравниванию прав, сократили продолжительность произвольной программы у мужчин, убрали прыжковый элемент, то почему бы эту тенденцию не продолжить? Но технический комитет решил иначе. Кроме того, Горшков рассказал о решении технического комитета организации по вопросу разрешения исполнять четверные прыжки женщинам-одиночницам в короткой программе. К сожалению, наше предложение в Конгрессе не нашло отклика. Почему? У нас нет ответа. Технический комитет не обязан объяснять. В последнее время порядок удвижения предложений такой. Если по общим и специальным правилам регламент предложения сразу вносится на обсуждение в общую повестку Конгресса, то технические правила регламента отдаются на проверку техническому комитету, который уже и решает соглашаться с ними или нет. В результате мы получаем только список предложений, которые технический комитет посчитал приемлемым. Предложение разрешить четверные в короткую женщину в него, насколько нам известно, не вошел, добавил спортивный чиновник. Также Александр Горшков рассказал, что не видит необходимости в реформе Кубка России. Через две недели состоится финал турнира в Великом Новгороде. Однако многие известные российские фигуристы турнир пропускают. Александр Георгиевич, юниорский чемпионат России с учетом подъема популярности фигурного катания уже большое ажиотажное событие. Трудно судить об ажиотаже. Я только прилетел в Саранск и цифр по билетам у меня нет. Но точно могу сказать, что в Мордовии всегда интерес к фигурному катанию был высоким. И он растет. Только что на жеребьевке объявили о допинг-контроле участников. А раньше он был на таких соревнованиях, это определяем не совсем мы, а Русада. Так что приедут, будет контроль. Вы знаете, с учетом нынешней ситуации и того, что на предстоящих чемпионатах мира и у юниоров, и у взрослых допинг-контроль будет, вполне вероятно, здесь тоже он будет проводиться. Вам не кажется, что у нас во второй части сезона недостает взрослого турнира? Может поднять статус финала Кубка России? Финал Кубка это престижное соревнование, второе по значимости после чемпионата России. Спортсмены борются за попадание на него. Проходят пять этапов. То, что там не принимают участие другие спортсмены, это их решение. То есть, по-вашему, реформа никакой не нужна. Есть турнир, просто надо на него заявляться. Да, он очень удобен. Посередине большого промежутка между чемпионатом Европы и мира. Для тех, кто хочет получить соревновательный опыт, он идеально подходит. И для спортсменов сборной всегда открыт. Вы бы Елизавете Тутамышевой, Евгении Медведевой что-то посоветовали в этом смысле? Пригласить их может. Видите ли, это решение спортсменов и их тренеров. И здесь сложно что-то советовать. Мы же не знаем до конца их план. А есть по чемпионату России какие-то цифры? Проданные билеты, прибыль. Вы довольны его проведением? Конечно, чемпионат прошел блестяще. По финансовым итогам, это вам скорее к Александру Ильичу Когану. Но я давно не был в Красноярске. И город сильно изменился. Трибуны были полные. Интерес к фигурному катанию значительный. Ну а то, что наши зрители и так доброжелательны и объективны, это и так очевидно. Каждый такой турнир в регионах дает толчок к развитию вида спорта. Не очень много у нас представителей регионов на высшем уровне все-таки. Мужчин был один парень из Саранска. Остальные – Москва и Питер. Это, как говорится, на выходе. А если взять спортсменов сборной, там будет очень много людей из регионов. Процент точно не скажу, но много. Президент Федерации ледовых видов спортов Франции Дидье Гайяги отказался уйти в отставку на фоне скандалов, связанных с заявлением спортсменов о сексуальном насилии и домогательствах со стороны бывших тренеров. Ранее четыре французские фигуристки, в том числе бронзовый призер чемпионата мира 2000 года Сара Абитболь, заявили, что пострадали от сексуального насилия. Абитболь рассказала, что неоднократно подвергалась изнасилованием со стороны тренера Жиля Биера. Это происходило в период между 1990 и 1992 годами, когда фигуристке было 15-17 лет. Гайяги занимает должность с 1998 года, с перерывом с 2004 года по 2007. Сейчас Федерация ледовых видов спорта Франции обвиняется в том, что до 2018 года предоставляла работу Биеру. Несмотря на то, что в 2001 году он был отстранен министерством после сообщений о предполагаемых преступлениях на сексуальной почве. Министр Франции по делам молодежи и спорта Роксана Марысиняну призвала Гайяги уйти в отставку. Все совершают ошибки. Я допускал ошибки, но я никогда не был виноват. Да, исполнительный комитет назначил Биера руководителем юниорской команды в 2011 году. Теперь легко судить, когда мы знаем факты. 90% всех фактов я узнал только что. Я не уйду в отставку, пока не увижу результаты расследования. Министр просит меня уйти в отставку из-за событий, которые произошли 30 лет назад, когда я не был президентом Федерации ледовых видов спорта Франции. Клеймить президента Федерации, который трудолюбив и честен, отвратительно, цитирует Гайяги Рейтерс. Клеймить президента Федерации.